ДОНЕЦСКАЯ МУЗДРАМА кто на лавочке сидел, кто на улице глядел, кто любил Борис молчал! Николай! 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 Николай? Коля! Николай! Литературно-музыкальная композиция «Дело было вечером» стала подарком к Международному дню защиты детей для ребят из пришкольного лагеря «Лучик». Игорь Рыбчинский всегда очень тонко чувствовал детское душевное состояние, поэтому его прочтение стихов Михалкова всегда интересно ученикам начальных классов. А мы дружны с печатных слов. Если б не было его ни о старом, ни о новом, мы бы не знали ничего. Ты представь себе на ней, как бы жили мы без них. Что бы делал ученик, если не было бы книги? Артисты театра Мария Молодова, Александра Арнаутова, Дмитрий Федоров и Валентина Саврасова весело, ярко и задорно рассказали сказочную историю. Ребята остались под большим впечатлением. Сегодня первый раз играли и очень большое счастье, когда детки отвлекаются в ответ. В конце мы получаем аплодисменты и их чистые и теплые улыбки. И эта радость детская поднимает настроение и дарит надежду на мир. Сегодня на нашей программе наши зрители, маленькие наши детки, которые смотрели нашу премьеру, они были на самом деле счастливы. Было видно их глаза, их улыбки. В общем, мы очень рады, что все получилось наилучшим образом. Были очень благодарны, в конце обнимали и благодарили. Вот, глазки горели. Хочется еще добавить, пусть дети мечтают, не забывают мечтать, и взрослые тоже фантазируют. И пусть мечты обязательно все-все-все ваши сбываются. Мы выражаем огромную благодарность драматическому театру за такое представление. Весь наш коллектив вместе с нашими детками получили огромное удовольствие от представленного выступления. Представление было в современной аранжировке. Думаю, что после такого выступления все дети захотят читать книги. А вот учащиеся пришкольного лагеря Непоседы, города Снежного, смогли услышать сказку о попе и о работнике его балде. Народная артистка ДНР Алла Ульянова так представила знаменитую сказку Пушкина, что та заиграла совершенно новыми красками, не умолив при этом гениальность первоисточника. Мы сегодня показали ребятам в школьном лагере эту замечательную сказку музыкальную. Ее приняли, конечно, великолепно, потому что она очень хорошо ложится на ухо, она очень задорная, веселая и поучительная. Поэтому сегодня у нас состоялась, я думаю, неплохая весьма премьера. Мы рады, что мы встретились с детками, и детки тоже рады, что встретились с нами. Огромное спасибо за то, что они порадовали наших детей, которые были очень довольны. Сказка, которую показали, была очень поучительной, и детям очень все понравилось. В планах артистов побывать в самых отдаленных городах и поселках республики. Стоит отметить, что выездные театральные показы проходят во исполнении поручения председателя правительства ДНР в рамках летней оздоровительной кампании текущего года.